здравствуйте так я сейчас два последних звонка я могу сказать кому я обещал рассказать о семенах которыми надо передеть сертификация хранение посадка вам все наталья очень приятно смотрите у меня своеобразная манера очень своеобразно и так я сейчас включил запись вот и может быть мы уложимся в один получасовый фильм меня ругают за длинное ладно получаете получавые вот и экспромт это самое главное все искренне все никаких постановочных кадров никаких засадных казачков все будет вот таким образом значит не уложимся полца продлим потому что отключается сам этот самый путь будет 2 2 серии 3 смотрите я сейчас прошу вас назваться и где вы живете ну и так наталья нет не обязательно где живете я живу в чувашии город чебоксары понятно так теперь слушайте меня нет не так задайте тот самый вопрос за которым я сказал давайте сделаем запись вопрос вот если я посажу косточки весной после стратификации весной посажу на постоянное место нужно сажать или пока они растут потом их пересадить на постоянное все отличный вопрос я на него отвечал вот так вот по 5 10 минут раз 500 и вы знаете мне в последнее время становится все труднее поэтому я включил камеру передо мной папка которая называется посадка семян так смотрите вы жертва моя вы сейчас экран не видите а все кто будут видеть и только ваш голос но я как мне так больше нравится говорить не это за оси а живым человеком а потом когда вы мне пишите письмо константинович я первый зритель пришлите мне первое но это будет как все увидят кто моем записанном канале так вот но выпускаете персонально пришел ссылку и так вот это вот я у меня есть такая не то что разбрасываться а на вопрос на такой однозначно ответить трудно есть посадка под зиму так вот посадили где-нибудь в октябре где-то уже пробрасывает вежевский или в ноябре пребрасывать снежок вы посадили мыши уже ждали им надо на зиму заготавливать значит они делают они косточки не едят ноябре они их воруют и перетаскивают себе специальное хранилище я их разоблачил находил все до того интересно а принято говорить взял плод где-нибудь там абрикосы я ну я долго буду говорить но это важно может быть даже не один час абрикосы надо знаменитая фраза взять в рот сжевать дерево взять и косточку посадить ага получается конец июля начале августа и к зиме косточки уже мышами разобраны раз вот я причем понял перед самой зимой почти мерзлую землю там уже шансов больше а выше меньше ну вот так вот но есть остается вариант перед самой зимой так и все равно место зимы вдруг вот теперь она ура думает весна лопнула и морозе убивает течение зимы и это тоже есть место к сожалению запастой вариант но мы с вами уже упустили сегодня 25 ноября у вас тоже зима все остается стратификация и это здорово стратификация это безопасное хранение и создание условий для безопасного хранения и комфортного то есть при плюсе но маленько-маленько смотрите чтобы дальше ваши чуть-чуть теплее я называю цифру условно если у кого-то 1 апреля земля оттаяла на штык на пол стыка лопаты позже нельзя не проснуться с неба не поступает команда то есть время схожести прошло цифра 1 апреля условно в крыму 1 на севере снег лежит правильно вот но отсчет ведем обратно если 1 апреля садить тогда надо заложить на сертификацию первого февраля то есть ровно два месяца удобно удобно запоминать так перед этим вы же получили на рекад меня посылку разводите перед этим хранение там чуть чуть позже я покажу некоторые фотографии выборочно хранение маленьких-маленьких поменьше воздуха стеклянных баночках закрытыми крышками в холодильнике при температуре 0 плюс 2 но если уж даже 35 градусов не смертельно тоже в сухом виде лежать будут и даже не проснуться наконец пришло условно цифра подчеркиваю первое февраля для юга раньше для севера позже это может быть 10 февраля может быть кто-то даже ой это ну да там но цифра два месяца до посадки закладка за два месяца до посадки хотя бывает поздняя весна ранее ну тут уж как повезет и вот значит вы дождались 1 февраля вызов это но уже у вас лежат срекцированные кого-то не так 1 февраля вызов берете слегка сырой песок соотношение песка из и чтобы создать определенную влажность объемное соотношение песка и влаги 6 к дому 7 к дому но тут конечно песок разный тут точнее сказать не могу 6 к дому 7 к дому и так получили песок пальцы окунули они они вроде бы сырые но не мокрые но сырые вот песок жали вроде бы форму принимает все и вот в этот песок вы закладываете семена допустим будем говорить про абрикосы самые вредные самая капризная культура и 1 февраля в этот песок вот но песку надо уже если вы получили от меня в этих упаковочках распасовка по 10 вот оттуда достаете и уже песку побольше например четверть литра уже на это десяток косточек надо почему в течение вот этих двух месяцев они впитывают влагу потихонечку как губка и вот что бывало половина взошла половина нет одна половина украла полностью а они же в разное время сходят это это сказать дар природы чтобы они взошли не все это мы стараемся все мы создаем хитрые условия чтобы из десяти хотя бы девять зашло а природе не так чуть чуть посырее одним зашли чуть-чуть и наоборот чуть чуть посырее одни сгнили другие зато проснулись вот а мы делаем для всех примерно условия чтобы побольше взошло для этого мы должны чтобы эти два месяца причем все не обязательно зайдут как-то выглядит приходит 1 апреля вы достаете эту банку вот надежда штате чтобы влаги там 70 и хватило то есть хотя бы на 10 косточек хотя бы четверть литра так если 20-30 чтобы пол литра если там пол сотни чтобы целый литр был а то и больше вот и взяли какой-нибудь тазик эту банку в этот тазик высыпали так и когда вы высыпали вы увидели что половина четверть обычно от четверти до половины проснулись и выпустили вот такие семена я сейчас показан на экране вот у меня тут крупный план абрикос манджурский спящая косточка потом увидите готовой к посадке вот это оптимально легко то есть это вот уже росточек выпустила стоит закопать и росточек или вылезет или сгниет это третья справа а четвертый вроде пироши ничего как сделали пальчиком дырку поглубже или там в ямку и вот так вот посадили но у меня видно на курсоре как вот я этим самым показывает стрелочкой и это можно спасти переросшие негодной посадки но при желании у меня получалось хотя бы половину сходила таких вот и так что делать сухими нет не так почему у вас идет я я же плачу то есть я вам позвонил я позвонил вам и это может я все напутал нет я я я так что слушайте дальше и так вторая третья прекрасно взойдут для них их уже можно посадить на постоянное место а вот такие которые спящих может половины они могут в этот год уже не взять и а могут вы смотрите как делаем и так два месяца увидели что часть вот эти 2 3 зашла 4 даже пересла ну попытайтесь тоже посадить у меня половина всходило даже вот таких переростков и вот эти вот на постоянные места 2 3 вероятно что взойдут 90 100 процентов то есть будут дальше расти естественно очень глубоко главное вот это самое страшное на 3 это учеба ребята это ой я уж смотреть вам не только мы так что имейте ввиду так вот на третье вы видите росток если он находится под землей он вылезет полезет но вот это место основание штампа она кажется под землей но это штамп и он рано или поздно сгниет почему природе это косточка лежит на бочку сейчас покажу ну например фотография а вот это когда я садил эти косточки они были сто процентов закрыты то процента потом она выпускает ход этот хоботок это называется корень и вот этот корень совершает чудо этот маленький корень со страшной силой вырывает из-под земли и хорошо когда это случается когда очень осень то миллиметр и заглубление и вот это начинает появляться вот как здесь видите спинка только появляется с левой косточки появляться и начинает она подниматься подниматься и поднимается так что отскакивает эти скорлупки а он получается где-то вот таким смотрите вот например вот это это вы рукой тину как вы потом все увидите да вот теперь так над поверхностью находится полностью штамп и перед этим вот этот саженец косточка была полностью закопана заметьте но так не глубоко что все-таки вот это место гнить не может она оказалась наружу это саванья штампа и страшная вещь это важнейший момент сейчас вам покажу у меня бесценная коллекция фотографий которые нет больше ни у кого на планете вот смотрите вот здесь на камень и смотрите у чека причуды видите это вы потом увидите с вами разговор мне живым легче говорит так что вы по таки по таки по таки вот так вот вот этот вроде бы листик это есть тот самый бывшая ядрышка вот этот бывшая ядрышка вот той косточки да вот и получается кусочек штампа так вот вот этот вот кусочек он ушел туда вниз и вот та нижняя часть вот эту штампа она загубит дерево через год два-три она обязательно умрет вот это важно когда уже будете посадить на постоянное место вот вот это познакомимся ближе вот то что вы видели торчит маленьким еще раз вот это семя доля она является это важнейший момент это в школе проходят ну с таким такая тупая т.к. я над ними издевался че только над ними не делал вот я ненавижу эту игру вот я бы хозяева вот тех кто создал эту игру я бы морду бил бы я бы их уволил без права устроиться везде кроме этим на кладбище могилы копать вот она смотрите огромное количество специалистов требует закопать косточку на глубину 5-6 а супер специалист я фамилию никогда не называю даже когда показываю его статью на 10 сантиметров и вот это все основание штамбы сгнивает если я сейчас найду это важнейший момент меня все спрашивают вы научите как правильно садить вот сейчас я попробую найти вот этот снимок которая предназначен для будущих академиков для специальных этих учебных программ для книг сейчас найду я сейчас найду вот вот это я не могу пропустить смотрите при одинаковых условиях видите пришла весна это у меня в саду часть сгнила под снегом даже не закопанные сгнивают часть вот росток справа вверху пошел рядом еще один пошел вот этот хобот опустил и вот это тоже будет расти но большая часть гнила согласны гнилая он зеленый гнилая гнилая вот гнилая он плесенью покрыта гнилая вот вот это говорит о том что для нас сохранение в холодильниках специальных уютнейших условиях это спасение наших денег когда косточка 25 рублей стоит вот и как булка хлеба а теперь еще смотрите здесь произошел естественно отбор вот вот этот мощный один пошел и это все пойдет еще парочка пойдет вот вам это да да 25 рублей когда значит лучше бы естественно отбор но мы с вами не селекционеры нам надо получиться чуть ли не скажи косточки чтобы если 1000 рублей потратил и что такое 1000 рублей три бутылки водки я ничего не путаю так вот эти три бутылки водки дают 40 побегов то есть 1000 рублей это 40 сад из 40 абрикосов воулин вот такой сад из вот таких сенцев что я ему это размеров с карандаш получил мощный сад со среди 40 килограмм это мои контрольные давали 300 грамм у соседней науки и контрольные с других районов страны 500 грамм а у меня 40 килограмм и так 300 грамм 500 грамм и 40 килограмм вот вот это вот я хотел подчеркнуть что что от овчинка водилки стоит что сад из 40 саженцев в идеале дает возможность за 1000 рублей за три бутылки водки вырастить уникальный сад лучший в россии любой из вас я еще не преувеличил а сейчас все таки я должен показать вам эту уникальную фотографию кстати вот это вот и могу против моим сурийские груши осталось 14 семечек я очень люблю груши осталось 14 семечек все кто первый заказа тому и уйдут а тогда так все равно этого фильма ничего никто не видит правильно еще не увидит дня два-три пока смонтируют напишите письме обещали мне вашу мать и за каталог захажите я же не буду высылать 14 штук вот теперь возвращаясь сертификации я еще не нашел то фото но касается уже правил посадки а вот смотрите внимательно груши уссурийская 21 февраля это вы увидите потом она у меня упакован и я вам также эти 14 штук упакую вот видите написано 15 штук вот здесь на фотографии потом увидите груши уссурийская 15 штук 21 февраля я ничего не выдумал вот они сухие вот они такой форм их не спутаешь они сильно отличаются от культурных очень сильно вот а я бы мог культурным выдавать за дикие но дело в том что я на небо хочу идти чистеньким таким знаете как владея как владельец которого отмыли в карте так вот вот они 21 февраля внимание вот ох а где ж я найду теперь апреля а вот я нашел рядом а еще это было 21 сертификация абрикоса 18 февраля ну тоже февраля так а давайте поищем теперь и те и те и те ой сколько фотография какие фотографии а груша уссурийская 22 апреля прошло два месяца один день внимание проклюнулась вот фотографии 20 40 семян вот когда вы посмотрите вот это очень важно и вот почему я это же учеба правильно вот смотрите на фотографии перед вами еще только они ровно через два месяца и один день они показаны еще в этих же мешочках то есть я что сделал но не мог и все продать и вот они мешочки таки пролежали у меня в этом же холодильнике при температуре 2 3 5 градусов два месяца один день что я вижу вот они же мешочки они тоже у вас бы были но они остались у меня и если вы внимательно приглядитесь мешочек самый правый длинный длинный корешок и уже поздно поздно заметили вот корешки торчат второй справа видели вот кореш 2 слева корешки длиннючие то есть их выбросить и наконец я вот это распаковал вот это вот одну или тут несколько уже в виде россыпи и пишу проклюнулась 20 40 процентов так вот самое страшное что не просто проклюнуть а перегросли и уже никогда 100 процентов не будет вот тут еще не сразу заметно вот они длинные по одной смотрите справа налево этот еще может вот это так перерос что бесполезно вот этот и посадить что может вот это сильно длинный хвост вот это только-только прокнулся вот этот все будет расти а большинство все-таки не проклюнулась 20 40 проклюнулась семян а получается это 60 процентов или там 80 еще спят вот вам яркий пример два месяца прошло но что получается одни перосли другие спят это говорит с одной стороны о качестве вот посмотрите вторая справа с площади вылезли эти самые хвосты которые уже бесполезно по моему садить пробовать можно ну тяжело поняли да получается когда надо грушу уссурийскую то мы про абрикосы говорили про два месяца плюс-минус да вот но уже первую попытку абрикоса может через полтора раз в эту высыпали аккуратно вытряхнули в тазик выбрали проклюнувшийся и ура садить а самое главное почему хотел что разговор то непростой они-то еще могут быть не 1 апреля вы хотели садить а допустим прошла пока только 15 марта так что делать на улице снег или еще земля твердая или вам никогда в горшочке но не на подоконнике ура растут знаете как быстро а после высадки поле умирают значит горшочки и опять в холод тот же холодильник или там погреб не дать им расти просто продолжать пусть уже выпустили корешки пусть даже тихонечко растут тихонечко тихонечко вот эти сколько она говорил у нас осталось 6 минут мы еще поговорим вот еще я не дошел ту фотографию важнейшая пока я показываю когда вот и на этой фотографии это был целый ящик где в несколько слоев лежали косточки то есть слой песка слой косточек и так три или четыре ряда не трудно догадаться где самое длинное слева это с нижнего ряда вот она пыталась вылезти а теперь представим себе что его так и посадили 10 сантиметров вот эта часть оказывается под землей это верхняя часть вылазит ура год-два-три мертвая и никто этого не знает до сих пор когда попробовал исполнить ведущий абрикоса отр ну хотя бы и россии ведущий специалист ботанического московского сада повели не могу говорить стыдно ей будет она уже поняла по моему но уже раскрыгивание написано 5 6 сантиметров она не может отказаться уж пробовали мы ее переубедить бесполезно я пробовал 5 6 видите а вот тут вот смотрите верхний слой видите как получилось вот спящую посадим вероятность схожести раз она пропустила уже не взошла можно следующий год зайдет обычно не взошедший первый год абрикосов сходит во второй год а вот это вот вторая справа нормально сама на посадку и это тоже на посадку и эту еще можно спасти у меня сын внук тимоша я ему вот такие вот насувал говорю садим вот у тебя должна быть легкая рука ты ничего не понимаешь просто ямку сделать так что вот это хотя бы почти горизонтально вертикально было и он ну вот эти то нет а вот начиная вот 4 слива 5 вот это он посадил 50 процентов схоже вот ок самое главное вот это не давать им с такой глубины всходить все прощай вас прощает а вы растет на радость а потом умирает почему основание штампа под землей она не рассчитана на подземную жизнь она держится держится особенно в сухих местах особенно во время засухи потом раз дожди полили изгнила так что еще успеть сказать что еще успеть сказать ведь пока я вижу что я пролетел будем медленно возвращаться обратно здесь много интереснейших вот знаете что такое это прикоп по железу вертикальный сто процентов надежный некогда поговорить вот некогда давайте возвращаемся обратно вот они мои косточки потом увидите хотите такие абрикосы иметь как в банке пожалуйста начинайте с косточек скромненьких жардели манджурцы железового у них стопроцентно биологическая вместимость с культурными это просто красивый снимок как бы сказать я сделал потом увидите ахнете вот сейчас потихонечку возвращаясь обратно у нас осталось 4 минуты вот но я доволен все таки что-то успел сказать правильно да пока еще говорить информация не с фотографиями будет еще понятней ничего увидите я первый пошлю так не забудьте мне это еще запрос сделать да электронную почву сказать константинович это я та самая с телемоста жду от вас ссылку на моем сайте есть на моем сайте есть раздел контакты туда заходите там электронный адрес по-английски железов сад сип понятно а если останется еще минута я вам даже покажу меня видите после вас сейчас на очереди финляндия потом супер садовод сергеев с ним вот вот таком темпе живем а я сейчас листаю обратно ищу ту самую фотографию я тогда вам напишу и оставлю свой электрон свой адрес электронной почты но он сам запишется как стоит весь письмо прикинь я это я уже потом сейчас я вас перебью та самая супер фотография это когда женщина мне говорит ура у меня взошли в горшках а в горшках страшно чем перепипи перевлажнение правильно как налил туда так и стоит я говорю срочно откопайте срочно насколько заглубили те же 56 она откопала фотографию писала срочно срочно посмотрите что вы натворили видите вот потом увидите вот этому штамбу осталось жить хоть и с виду здоровая но это здоровая мертвец и вот по моему вот даже комментировать не надо любой увидит скажет это живой мертвец только из-за заглубление косточки так а теперь я это сказал теперь его слушаю я конечно мало всего знаю но очень хочу вот это все вырастет я посадила косточки тоже но я их сажала горизонтально правильно правильно как падает дерево упали на бок так и лежат никаких хитростей а то специалисты ставят его торчком кто тебя учил твой мать природе на боку лежат нет он решает раз там корень вылез с торца теперь садим торцом ну не мозгов ничего вот просто решает за природу извините я уже завелся да где-то 0 5 сантиметров да где-то 0 5 сантиметров и вот весной это просто вот первый раз у меня конечно первый раз смотрю косточки прям на поверхности разброска но вылезли вылезли правильно вылезли вылезли но только из пяти косточек две только взошли вот у меня они так растут я оставила подзимой и вот весной хочу их пересадить на постоянное место вот что будет не знаю уже такие большие выросли пересаживайте как больше сохраните корни главные корни теперь так осталось еще быстро быстро сейчас осталось полторы минуты я показываю быстро уже не буду как найти мой сайт три слова в яндексе сайта вода железа оказываетесь вот тут а вот и когда вы тут оказались на моем сайте здесь фотогалерея вот которая не может быть это лучше этот коллекция в россии в мире в северной северной планете вот так видите сегодня кстати будет разговор с финляндией где я не нашел ни одного абрикоса в этом вставляете казалось бы господи абрикос это так это раз теперь возвращаясь сюда и показываю гостевую книгу тут идет такая очень хорошая переписка вот потом посмотрите вот привет константин борисович я пишу не могу на пальцах это важнейший вопрос не задан отвечу на вебинаре с фотографией видите как а вот и мой вебинар это хотите вот вы почти случайно разговор вы позвонили я не могу всем так отвечать а вот на а вебинаре все уже было еще будет это два теперь вот на стрелку обратно и наконец я вам показываю контакты наше время кончается слова контакты и вот 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 железо в социп электронная почта вот она все копировать все приехали видите как тут и как добраться до меня спутниковая фотография вот вот но все и все вот сейчас через 10 секунд все отключится до свидания все время вы сейчас отключается все нет нет